Я благодарна тем, кто с нами, те, кто остался и готов, несмотря на уже поздний вечер, воспринимать информацию. Мы готовились больше к тому, что здесь будет действительно больше представителей банков, но я думаю, что общие тенденции и тренды будут ясны и понятны и интересны всем остальным участникам конференции. Главное, на чем мы построили это исследование, было посвящено представленности топ-100 российских банков в социальных сетях — Facebook, ВКонтакте и Twitter. И далее, как каждый из них выстраивает свою коммуникационную стратегию, какие есть модели и какие из них являются более успешными. Классические рейтинги выстраивают по количеству подписчиков в соцсетях. Это самый такой простой параметр. Не могу сказать, что он является самым верным, самым правильным, но он является самым простым, который легко проверяется и легко понимается любыми. У нас с вами будет лидер везде Сбербанк. Для этого есть объективные, субъективные, разные-разные-разные причины. В данном случае и в рамках данного исследования сказать, что мы будем делать анализ на Сбербанк, я не буду. Вы увидите пример других банков, но, собственно, Сбербанк будет везде. Именно первым. Вот, собственно, рейтинг топ-15 банков по количеству подписчиков во ВКонтакте. У нас уже другая тройка лидеров. Здесь выходит Юникредит Банк и Уральский банк реконструкции и развития. И Твиттер совершенно совершенно совсем другая история, когда здесь на втором и третьем месте Альфа-банк и Банк Траст. И вот, собственно, Тинькофф дальше на четвертом, группа ВДБ пятая. Как я и говорила, количество подписчиков точно не единственный, хотя и самый простой параметр. Имеет смысл смотреть по активности страницы. Под активностью страницы мы будем понимать количество постов, которые, собственно, публикуются автором этого сообщества. Компания, которая ведет свое сообщество. И у нас с вами активность страницы показана вот в этой красной линии. Мы с вами видим, что по активности более 500 сообщений, собственно, было у Юникредита. При этом у Юникредита за последние 6 месяцев произошел отток аудитории. То есть люди отписались от их страницы. Что говорит о том, что нет никакой прямой корреляции того, что чем больше вы постите сообщений, тем больше у вас будет подписчиков. Хотя, конечно же, придерживаться какого-то минимального уровня стоит. И средняя температура по больнице получается порядка 200 постов за 6 месяцев. Получается порядка 30 постов в месяц. То есть как минимум один пост в день. Если вы это разбиваете на рабочую неделю, то получается, что вы там лучше по 2-3 поста. Понедельник, среда, пятница. Лучше вторник, четверг. По 2-3 поста. Похожая ситуация во ВКонтакте. Единственное, что средняя температура по больнице больше. 220 сообщений. И, собственно, такой же отток у Юникредита, несмотря на то, что количество постов у них максимальное. По Твиттеру этой корреляции нет абсолютно. Но это связано действительно с особенностью самой площадки Твиттера. И особенностью той аудитории, которая там есть. Второй и третий показатель, который имеет смысл рассматривать, это уровень вовлеченности. Уровень вовлеченности – это та или иная реакция пользователя на ваш пост на странице. То есть это либо человек пошерил, либо он лайкнул, либо он прокомментировал. Любая из этих реакций. Вот, собственно, мы будем понимать под уровнем вовлеченности. И уровень вовлеченности у нас с вами… Вот здесь уже не будет Сбербанк. И здесь везде Тинькофф на первом месте. Как наиболее успешный кейс по ведению страниц в социальных сетях. Чем это доказывается? То же самое. Мы сравниваем уровень вовлеченности и активность страниц. То есть количество постов и уровень вовлеченности. И вы видите, что количество постов у Тинькоффа, собственно, не такое большое. Меньше, чем среднее. Вот это, собственно, зеленая линия. Но уровень вовлеченности максимальный. И здесь возникает вопрос. Так дело же действительно не в том, сколько мы постим. Да, и не в том, сколько у нас подписчиков. А в том, сколько из них вовлечены. И сколько из них действительно заинтересованы тем контентом, который мы туда предоставляем. Похожая ситуация во Вконтакте. И практически тоже аналогичная ситуация в Твиттере по вовлеченности. И следующий момент, который есть. И последний такой параметр, который мы проанализировали. И это стабильность информационного потока. Когда я сказала, что должно быть 30 постов в месяц. Ну и окей, хорошо, я их все 30 числа опубликую. И будет у меня 30 постов в месяц. Но вот эта история совсем не работает. И причем стабильность информационного потока. Вот она у нас показана. Мы сделали ее как стандартное отклонение. Кто хочет вспомнить теорию вероятности. Но в любом случае, если вот оно меньше 5, да, то есть вы грубо уже чуть плюс-минус 5 постов не так разместите, у вас уже теряется, уровень влеченности у вас уменьшается, у вас теряется стабильность этого информационного потока. То есть действительно нужно иметь график, прям план, экшен-план с датами днями и с теми постами, которые вы публикуете в конкретный день. Строго ему следовать. Если человек у вас в отпуске, значит точно, кто-то должен его заменять, потому что вы увидите, собственно, отрицательный результат для вашей страницы. Похожая история по стабильности информационного потока во ВКонтакте и Твиттере. Про формат сообщений. Здесь классическая история. Я остановлюсь буквально чуть-чуть, потому что в основном это все фотографии, да, мы все переходим к визуальному контенту. Не зря у нас развиваются все, я их называю, фотосоциальные сети, а-ля Инстаграм, а-ля Пинтерест и так далее. Именно потому что мы все готовы, уже меньше хотим читать и хотим больше просто воспринимать визуальную информацию. И вот тогда перейду больше на кейсы, покажу несколько кейсов. Первый кейс Тинькова, такой самый, как кажется, стандартный, банальный, самый на слуху. Собственно, он на слуху, потому что вся стратегия построена на персональном бренде. Я в этих случаях, когда заходит речь о персональном бренде, всегда вспоминаю одну хорошую фразу. Мы азиопа. Не Европа, не Азия, а именно азиопа. И в нашей стране действительно хорошо работает инструмент звездности. Селебрити прикоснуться к человеку, которого можно назвать как персоны, да, известная персона. Это действительно инструмент, очень хорошо работает. В случае Тинькова он сработал. Что важно? Важно, что он сам использует это в своей работе, потому что тут надо понимать, что есть кризисные ситуации. И важно, чтобы при кризисной ситуации он так же хорошо реагировал, как и при положительной ситуации.